Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Репортаж нашей программы. Прагматизм, открытость, постоянный поиск новых направлений сотрудничества, приверженность последовательному наращиванию и укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, культурно-гуманитарных обменов со всеми международными партнерами. Вот что характеризует внешнюю политику Узбекистана. В декабре 2020-го, напомним, наша страна получила статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Эта многосторонняя структура обладает растущим международным авторитетом и широкой географией практического сотрудничества. Эффективной платформой для определения новых совместных проектов выступает формат заседаний Высшего Евразийского экономического совета. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. В саммите, прошедшем под председательством президента Республики Казахстан, Касым Джамар Татакаева, также участвовали к почетным председателям Совета. Первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Азарбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров, премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, президент Республики Куба, страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе Мигель Бермудес и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В своем выступлении руководитель нашей страны озвучил целый ряд актуальных инициатив, направленных на углубление конструктивного взаимодействия нашей республики с данной организацией. Уважаемый Касым Джамар Татакемелевич, уважаемый Нурстан Абишевич, уважаемые главы делегации, искренне рад приветствовать всех участников очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Хотел бы присоединиться к словам моих коллег и отметить успешное председательство Республики Казахстан в Евразийском экономическом союзе. По инициативе наших казахстанских партнеров были приняты важные решения, которые способствовали расширению многопланного сотрудничества в рамках объединений. Выражаю особую признательность за поддержку совместных мероприятий, направленных на углубление конструктивного взаимодействия Узбекистана и Евразийского экономического союза. Уважаемые коллеги, прошел ровно год с момента присоединения Республики Узбекистан к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя. За этот период мы заложили прочную основу для всестороннего развития долгосрочных отношений. Выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией. Реализуется меморандум и трехлетний план конкретных мероприятий. Узбекистан активно участвует в работе других органов Евразийского экономического союза. Мы последовательно продвигаемся в вопросах сближения национального законодательства с нормами Евразийского экономического союза и в первую очередь в области стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли. Наша страна подключилась к цифровой платформе путешествия без COVID. Начат процесс присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития. Несмотря на вызовы современности, нам удается адаптироваться к непростым условиям и находить новые точки роста. Так, внешний торговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019 годом, наша торговля со странами объединения выросла на 11%. Уважаемые участники заседания, Узбекистан уступает за выработку согласованных мер по сохранению позитивной динамики и обеспечению устойчивого развития торгово-экономической связи с государственными участниками нашей организации. В этой связи хотел бы остановиться на наиболее актуальных задачах, требующих совместных решений. Первое. Считаем важным дальнейшее устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле. Готовы к совместной выработке подходов и механизмов по созданию наиболее благоприятных условий для увеличения товарооборота со странами Евразийского экономического союза. Продолжаем работу по гармонизации норм технического регулирования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований. В данном контексте совместно с Евразийской экономической комиссией завершаем согласование отдельной дорожной карты. Второе. На прошлом саммите много говорилось о важности углубления промышленной кооперации. Сегодня наша работа в данном направлении выстраивается с государственными участниками преимущественно на двусторонней основе. Мы приняли и последовательно реализуем дорожные карты по укреплению промкооперации с Россией, Казахстаном, Белоруссией и Кыргызстаном. Считаем телесообразным организовать соответствующие взаимодействия с объединением на системной основе. В частности, мы готовы принять участие в создании онлайн-карты индустриализации Евразийского экономического союза. Третье. Продвижение проектов строительства новых транспортных коридоров придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию транзитного потенциала наших стран. Рассматриваем также возможности для присоединения Узбекистана к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок соглашения о реализации, которые подписываются сегодня. Для нас представляет интерес и новая инициатива о создании цифровой экосистемы развития логистических цепочек Евразийского экономического союза. Четвертое. Важно объединить усилия государств, членов и наблюдателей в реализации проекта «Зеленый энергетический» с учетом глобальной климатической повестки. В этой связи готовы присоединиться к рабочей группе высокого уровня, о которых сказал Владимир Владимирович, и предлагаем в рамках ее деятельности утвердить совместный план мероприятий в сфере «зеленого развития». Пятое. Переход цифровой экономики, широкое внедрение инноваций и передовых IT-решений имеет определяющее значение для повышения конкурентоспособности наших стран. Для обмена знаниями, опытом и передовыми технологиями развития системного взаимодействия между IT-парками и центрами наших стран, расширение делового партнерства в данной сфере, предлагаем провести очередной евразийский цифровой форум в Узбекистане. Шестое. В целях подготовки согласованных предложений по более активному вовлечению государственных наблюдателей в реализацию важных деловых инициатив и программ на евразийском пространстве, стимулирование научно-технического и гуманитарного обмена, намеренным эффективно использует возможности Центра развития Евразийского экономического союза. Для этого предлагаем провести на данной площадке серию совместных мероприятий по приоритетным направлениям взаимовыгодного сотрудничества с активным участием институтов развития наших стран. Седьмое. Исходя из целей экономической интеграции, хотели бы расширить возможности участия стран-наблюдателей в работе Совета в органах Евразийской экономической комиссии. Это позволит повысить эффективность взаимодействия и будет способствовать выработке совместных решений. Уважаемые коллеги, подтверждаю твердую приверженность Узбекистана углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза. В завершение уступления хотел бы пожелать президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургажаевича Джабарова, больших успехов в связи с переходом в председательство Евразийском экономическом союзе Гыргызстана. В пользу случаем поздравляю вас, уважаемые друзья, с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, благополучия и достижения поставленных целей. Благодарю за внимание. Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета детально рассмотрели вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и углубления интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС, в том числе практического взаимодействия в области экономики, торговли, промышленности, транспорта, таможенного администрирования, цифровизации и других направлениях. Назвали конструктивным и плодотворным участие Узбекистана как страны-наблюдателя в работе структур организации.